Добро пожаловать в Беседу святителя Иоанна Златоустого на послание к филиппийцам, том 11. Беседа именуется «Нет ничего превосходнее добродетели». То есть, некоторые говорят, я не могу делать то-то, это святые делали, а мы не святые, поэтому мы не можем, живем в миру, я замужний, я женатый, я этого не могу сделать такой добродетели. Другой говорит, а я бедный, кому я могу оказать добродетель, я бедный, у меня едва-едва хватает только за квартиру заплатить и на питание. Другой говорит, а я воин, не могу. А другой говорит, я большой бизнесмен, у меня делов не до этого. То есть, разная причина. И вот, святитель говорит так, на это рассуждает. В Писании есть множество образцов добродетельной жизни. Впереди, если угодно, от учителя и к ученикам. Иной прославился нищетою, другой богатством нищетою. Например, Илья богатством Авраам. Какая жизнь тебе кажется легче и удобнее, то и следуй. Еще иной прославился супружеством, другой девством. Авраам, например, супружеством, а тот, Илья, девством. Или каким угодно путем, тот и другой ведет к небу. Иной прославился постом, например, Иоанн. Другой и без поста, как Иов. Сверх того, последний заботился и о жене, и о сыновьях, и дочерях, и о доме. И имел великое богатство. А первый не имел ничего, кроме волосяной одежды. И что я говорю о доме, и о богатстве, и деньгах. Когда и будучи царем, можно стяжать добродетель. В царском дворце дел гораздо более, нежели во всяком частном доме. Однако ж Давид прославился и будучи царем. Порфира и Диодема нисколько не расстроили его. Другой прославился и управляя целым народом. Я разумею, Моисея. Что еще труднее? Так как здесь было больше власти, а потому больше и трудностей. Ты видел, что прославлялись и при богатстве, и в бедности, и в супружести, и в девстве. Теперь посмотри на противоположную сторону. На погибающих и в супружести, и в девстве, и в богатстве, и в бедности. Так в супружести погибли многие люди, например, Самсон. Но от супружества, не от супружества, впрочем, но от своей воли. В детстве пять дев, в богатстве погиб тот богач, который презирал Лазаря. В бедности и ныне погибают весьма многие нищие. Могу показать многих, которые погибли в царском достоинстве и управляя народом. Но ты хочешь видеть, спасаются ли его в воинском звании. А посмотри на Корнилия. Спасаются ли домоправители. Посмотри на Евнуха Эфиоплянки. Таким образом, из всех примеров видно, что когда мы пользуемся богатством, как должно, то оно нас не погубит. А если иначе, то все будет служить погибели. И царское достоинство, и бедность, и богатство. Кто осторожен, тому ничто не может сделать вреда. Скажи мне, в самом деле, сделали ли какой вред плен? Нет. Припомни, что Иосиф, и находясь в рабстве, сохранил добродетель. Припомни, что Даниил и три отрока были в плену, а между тем прославились еще более. Добродетель во всяком состоянии славно и бывает непобедимо, и ничто не может быть для нее препятствием. Что я говорю о бедности, плене и рабстве? Добродетели не могут причинить вреда ни голод, ни язва, ни болезнь. А болезнь тяжелее и рабства. Таков был Лазарь, таков Иов, таков Тимофей, который был одержим частыми недугами. Видишь ли, что ничто не может победить добродетели, ни богатства, ни бедность, ни власть, ни подчиненность, ни управление делами, ни болезнь, ни бесславие, ни ссылка. Видишь ли, что она, оставив все это долу на земле, поспешает на небо? Только имей благородную душу, и не будет препятствия быть добродетельным. Когда действующий силен, то ничто внешнее не препятствует ему. Там никто не запретит ни мать пойти в церковь, ни начальство, никто, если душа ревнует об этом. В этом можно и примеры привести много из сегодняшней жизни. И в искусствах, когда художник опытен, терпелив и совершенно знает искусство, то хоть постигла бы его болезнь, искусство при нем. Хотя бы он взял, впал в бедность, искусство при нем. Хотя бы он имел в руках инструмент, хотя бы не имел, хотя бы работал, хотя бы не работал. Оно нисколько не умаляется, потому что знание находится в нем самом. Так и добродетельный и преданный Богу человек равно является добродетельным, находясь и в богатстве, и в бедности, и в болезни, и в здравии, и во славе, и в бесславии. Не ли все ли это прошли апостолы? Чести и бесчестие, при порицании и похвалах нас почитают обманщиками, но мы верны 2 Коринфянам 6.8 Готовность на все. Вот что делает подвижникам. Таково и свойство добродетели. Если же ты скажешь, что не могу управлять многими, что я должен жить в одиночестве, то ты оскорбил добродетель. Она может все употреблять в свою пользу. И во всяком случае обнаружится. Только пусть она будет в твоей душе. Случается ли голод, случается ли обилие, или рано оказывает свою силу, как говорит Павел. Умея жить и в скудости, умея жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в изобилии и в недостатке. Филиппийцам 4.12 Нужно ли было трудиться? Он не стыдился, но два года трудился. Нужно ли было терпеть голод? Он не ослабел, не колебался. Надлежало ли умереть? Не унывал. Во всех обстоятельствах показывал благоразумие, благородство и искусство. Будем же подражать ему и мы. И для нас не будет причины печалиться. Да и что, скажи мне, может опечалить такого человека? Ничто. Да коли никто не отнял у нас добродетели, мы будем блажене всех людей. И здесь, не только там, кто добродетелен, тот, хотя имеет и жену, и детей, и деньги, и великую славу, при этом, рано остается добродетельным. От него это, он также пребудет добродетельным. От несчастья не упадет, и от счастья не возгордится, как скала, и во время морского волнения, и во время тишины, одинаково стоять будет непоколебимой, стоять скалой непоколебимой. Ни волнами не сокрушается, ни от тишины ничего не терпит. Так и душа твердая остается непоколебимой во время тишины и во время волнения. И хотя дети, плывя в лодке, и пугаются, но короче сидит, улыбаясь, и спокойно смотрит, и забавляется их страхом, так и душа любомудрая при благоразумии, как бы на корме и у рулях, пребывает непоколебимой, тогда как все остальные метутся, или же при перемене обстоятельств не кстати смеются. Что, скажи мне, может помутить благоразумную душу? Смерть. Но такая душа знает, что смерть есть только начало лучшей жизни. Бедность. Но бедность помогает ей в добродетели. Болезнь. Но она считает ее за ничто. И что я говорю о болезни? Тоже и расслабление, и скорби. Ведь еще прежде она сама себя подвергла скорби, бесславия. Но для нее распялся весь мир. Потери детей. Но такая душа чужда страха, если она уверена в воскресенье. И что может сокрушить ее? Ничто совершенно. Быть может, богатство надмивает? Нет. Она знает, что деньги ничто. Так слава. Но ей внушено, что всякий, всякая плоть, трава, и всякая красота ее, как свет полевой. Но она слышала слова Павла, что что и социалюбивая заживо умерла. Потому и бывает весьма смешно, когда видишь, что один и тот же то смеется, то плачет, то через меру занят, то рассеян. и когда Павел говорит не сообразуйтесь с веком сим, Римлян 12 глава, то не по другой какой-нибудь причине, а по той, что наше жительство на небе, где нет изменения. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и спасителя Господа нашего Иисуса Христа Филиппийцам 3.20. Пребудем же в течение, это вовсе не зависит ни от богатства, ни от бедности, ни от славы, ни от бесславия, ни от болезни, ни от здоровья, ни от немощи, но зависит от души нашей. Если она тверда и хорошо наставлена в науке, добродетели, то для нее все будет легко. Она и здесь уже увидит, покой и тихое пристанище, а перешедшее туда получит бесчисленное благо, которых и досподобимся все мы благодатью человека любим Господа нашего Иисуса Христа, которым Отцу и Святому Духу слава, держава, честь ныне и приисна и во веки веков. Аминь. 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 Продолжение следует...